Субтитры создавал DimaTorzok Но он хочет всё-таки по Станиславскому, чтобы верили его картине Поэтому он подходит, допустим, к Ракушняковой стене, трогает её и говорит Вот такой подмалёвок мне подходит, чтобы рассказать, допустим, о арках и подъездах Одессы Строительных возможностях Одессы Допустим, дальше он идёт А что вот это такое? А это кожаные ботинки байкера, которые видали виды И мы трогаем эти кожаные ботинки И мы понимаем, что мы хотим сделать такой подмалёвок Нам нравится вот эта вот омбра Вот этот вот кобальт зелёный вот здесь, который побит временем Представляете, сколько видов видели эти ботинки байкеровские? Вот, дальше, ну вот, кожаный пояс, да, мы трогаем тактильно, трогаем кожу И мы понимаем, что мы согласны И мы знаем, что мы отсюда вынули этот цвет, который мы с Вовой всегда вам говорим Баклажановый цвет, кобальт чайлетовый, марс прозрачный, жёлтый И вот он, из кожи вот из этой мы вынули Потому что давно этот пояс с нами дальше пошли Вдруг нам попадается вот такое вот полено, да И мы трогаем его И мы понимаем, что если мы когда-то проламываемся сквозь какую-то лесную чащу И хотим разговаривать об этой чаще Как это делал Брегель У него деревья были такие же по насыщению, как и человеческие образы Он к деревням относился как к одушевлённым Не просто как к живым существам, как к одушевлённым И вот мы проламываемся сквозь бурелом этой чащи, чтобы рассказать о деревьях Посмотрите, что творится, видите, что творится, да? Дерево из нескольких слоёв состоит Хотим вот такой подмалёвок сделаем, да? Как внутренность коры дерева поставим на место Вот И вдруг мы подходим сюда и смотрим, что наша скульптура гипсовая Гипс природная такая, да? Вот гипсовая скульптура, которая здесь стоит Тоже может служить нам тактильно, трогаем её Она может служить нам объёмным подмалёвком для того, чтобы в живописи дать элемент скульптуры Да? Это тоже мы будем делать И тоже мы будем вас учить этому И видите, какая скульптурка Дальше Вдруг какой-то нам венок попадается, да? В гребовке сплетённый во время мастер-класса маки Да? У нас такая есть традиция, что когда мы пишем маки 1 июня Мы всегда со всеми студентами плетём венки из этих трав И вот они потом нам запахом своим и своим тактильным восприятием и даже на вкус Они, можно чай заваривать, они напоминают нам, что если мы хотим рисовать что-то растительное Мы можем сделать вот такой подмалёвок, такого цвета, такого плетения, такого насыщения тёплого и зелёного, да? Вот, пожалуйста, дальше пошли Вот этот крутой подмалёвок, который называется лофт Сейчас все любят лофтовые территории А почему? Потому что раньше строили дома из того, что было рядом Значит, рядом была красная глина, были кирпичные заводы Делали кирпичи в 20 веке, да? Из этих кирпичей строили дома Так же, как вот ракушняк, такой красивый камень Вырезали ракушняк из-под земли и строили дома Мы сами живём в таком доме из ракушняка И вот, посмотрите, вот они, да? Эти кирпичи, сейчас они такие модные Вся Москва, весь Петербург, вся Одесса Из красного кирпича тоже построена Пошли дальше Сбираемся по лестнице и трогаем эту лестницу Смотрите, мы её трогаем Железки старинные, 20 век, да? Кирил окрашенные, трогаем Идём сюда, вдруг мы натыкаемся на какой-то железный жбан В котором раньше молоко, да? Тягали молочницы, да? А мы его используем как арт-объект Почему-то красного цвета Дальше, крутой арт-объект, смотрите Весло какой-то древней шхуны Мы её, эту деревяшку мы трогаем руками И мы понимаем, что такой подмалёвок Нам бы был в масть, если бы мы рисовали что-то морское, да? И вот те же самые снасти рыбака И вдруг ржавая цепь попадается А почему бы нам не сделать ржавый подмалёвок, да? То есть всё, что нам попадается по пути И если он, этот предмет, имеет историческую такую Хоть немножко подоплёку То мы следуем за этим Как подсознательное состояние нашей картины И вот дверь в наш андеграунд и пошли Дверь тоже расписана, видите, каким подмалёвочком Дёрганным во все стороны, чтобы соответствовать ракушнику Сколько здесь цветов? Здесь цветов 6 или 7, не считая белил Пошли в андеграунд Идём в андеграунд Центр Одессы, бульвар Жванецкого Море к доступности И мы находимся, Аурум На тайной территории Андеграунд, подземный этаж И вот представьте себе, что я держу у себя вазу китайскую Которая несколько тысячелетий Я даже не знаю, сколько ей лет Но я её вот сейчас обнимаю И ко мне приходит информация Очень древняя, очень серьёзная Кто были наши предки Чем они жили Как они могли вот такую красоту сделать Которая пережила века Понимаете? Вот эта вот вся информация Она не исчезает никуда И вдруг мне попадается такая табуретка Которой пользовались здесь жители этого места И обвязанная пенькой А пенька это природный материал растительный Трогаем А почему бы нам не сделать такой подмалёвочек? Почему бы нам, допустим, какую-то бутылку самую простую Горлышко не обвить ей И не показать ей объём этой пенькой И вот ходишь по этому месту И, конечно же, хочется сделать здесь какую-то выставку необычных работ Зашли в определённое место нашего подземного этажа И вдруг мне попадается такая расчёсочка деревянная Хорошенькая, которой чесали раньше пряжу И вот я её трогаю Я её нухаю И вдруг у меня рождается идея Увеличить катушки И сделать из катушек строение Вернее, это у Владимира родилась такая идея Но так как мы пишем все работы в четыре руки Мы эти катушки собирали вместе Ходили, искали, чтобы нам бабушки какие-то отдали свои катушки Склеивали их Пока мы не выстроили их в такую башню самостоятельную Подмалёвок дёрганный Из дотрагивания до деревянных старинных каких-то предметиков Пошли дальше Чтобы написать архитектуру Архитектуру Мы ездили туда Мы трогали эти Вот этот фонтан, он мраморный Всё, что осталось от дачи морозли Это вот такие вот окна Мы смотрели, как это всё сделано Заброшенное место Ну, возможно, его кто-то ещё и восстановит И вот такие вот какие-то предметы Какие-то вот весла вот такие Которыми пользовались тоже, видно, в ткацком Вот он, вот он готовый подмалёвок Посмотрите Попробуйте его сделать Сейчас я вам покажу, как мы его сделаем Сейчас с этим веслом идём дальше И идём дальше, трогаем Какой-то старинный шкаф Да, мы его трогаем Да, мы его осознаём Почему бы нам вот такого цвета Не сделать подмалёвок и такой формы И где-то проступают Подозреваемые формы будущей картины Подозреваемые формы И вот всё нам подсказывает Вот эти все выдвижные ящички Вот эти все старинные Железные набалдашнички И всё говорит о том, что наши будущие картины Будут иметь очень драгоценный подмалёвок Идём дальше Трогаем Камень, из которого сделана вся Одесса Это ракушняк Кто такой ракушняк? Это скопление каких-то микроэлементов Которое море создало Из ракушек и каких-то, возможно, ещё веществ Которые вот, ну, как они называются Не знаю, но вот такие камни Выпиливаются из-под земли И потом из них строится Одесса Вот И долго наш дом уже стоит 120 лет И хоть бы что Главное, чтобы в него вода не попадала Почему бы ему не быть подмалёвком Для нашей будущей картины Какие цвета? Охра светлая Охра золотистая В небольшом разбеле Всё, ваш подмалёвок готов Но главное же сделать вот эти расщелины, да? И вот тогда смотрим на работу Которая была сделана Под воздействием ракушнякового подмалёвка Вот она, эта работа Посвящённая рисунку Леонарда И предметам, которые могли бы быть В мастерской Леонарда Всё перечёркнуто солнечным лучом Сверху сделан верхний подмалёвок Графический Намёк на то, что чертежи Леонарда Всегда будут нас вдохновлять И тут же у нас такой вот сундучок Посмотрите, хороший Для тайных записей А посмотрите, какой цвет Это же кобальт зелёный С ультрамарином разбеленный Это верхняя часть подмалёвка А нижняя часть подмалёвка Это охра золотистая С кобальтом зелёным То есть сначала делается один слой подмалёвка Он высыхает Потом сухой кистью и ещё другими материалами Делается верхний слой подмалёвка Нижний, тёплый, тёмный Верхний слой холодный Сверху Я знаю, что каждый из вас Может найти те тайные информации Которые вас окружают Которые вас приведут к вашему же подмалёвку Трогаем всё, что нам встречается С исторической подоплёкой Старинные какие-то фонари Утюжок Посмотрите Какой он кракелёрный И какой он узорный И какой он ржавый Почему бы нам не сделать такой сложный подмалёвок Вот тут же трогаем Как называется Бетон Бетон, который держит Основные Основную устойчивость этого здания Пошли Работа Владимира Кабаченко Рыбы И вдруг посмотрите Какую важную роль играет подмалёвок В работе Стаса Желобнюка Там, где информация реалистическая Это просто наклеенные фотографии А основную тонкий мир Несёт информацию Это золотой Накиданный Какими-то красками невозможными Подмалёвок Какие-то стрелочки Он говорит нам обо всём И ни о чём То есть на эту работу можно смотреть долго И представлять что-то своё Какие интересные наши Вот эти Многодверные Фонари Которые очень много нам Об очень многом говорят Вот кто-то вписал Знаем мы этих художников Пароник, Гончар Кто-то вписал наши фотографии Ножницы, канат И тут же мы трогаем Старинную 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 Олимпию Которая много напечатала Уже хорошего Тут же Красный кирпич Тут же пошли на дверь Которая была Ну Неприглядна Пока мы не сделали на ней Авторский подмалёвок Дёрганных таких красок И не нарисовали ключик Как композиционный центр А ручка-то оттуда Из 50-х годов прошлого века Наши мамы Бабушки ещё трогали эту ручку А тут же Конечно Наша Интеллектуальная собственность Наша библиотека Из 150 дисков Которые Были записаны В течение нескольких лет Всё для вас Вся информация Для вас Некоторые пишут Книги Некоторые пишут Ну Делают фильмы А мы вот записываем Наши знания На диски Которые останутся Как Сейчас вам скажу Как что Как информация Об Блейтен Сокс Арт Технологис И вот Посмотрите Сколько здесь Ещё этих дисков И цветы И Очень сложные Есть Мастер-классы Которые Называются Математические Предпочтения И в общем-то Любой студент В мире Может купить Такой диск И получить Эту всю информацию В любое время И мы Как бы Вам желаем Чтобы Всё-таки Наши труды Не пропали Даром Мы хотим Готовить Новых художников Мы хотим Чтобы вы Стали Мыслителями В искусстве И мы Очень будем Счастливы Если кто-то Из вас Сделает Персональную Выставку Если кто-то Из вас Сделает Персональный Проект Мы всегда Рады Помочь В этом Действии Всегда Рады Вам И помочь И каталог Напечатать И собрать Лучшее количество Ваших работ И Искусствоведа Подогнать Хорошего Всё Подсказать Какие Подводные Камни Вас ждут Если вы Выставитесь В том Или ином Арт Пространстве Мира В общем-то У нас Огромный Опыт В этом Поэтому Наши Ученики Будут Защищены У человека В жизни Главное Уметь Мечтать Причём Так Мечтать Чтобы Вдруг Когда Ваша Мечта Станет Явью Она Была Как Само Собой Разумеющаяся А ведь Это Путь К мечте Через Огромный Труд Идёт Поэтому Мы Вас Зовём За собой Пользуйтесь Нашими Знаниями Идите За нами Мы Всегда Рады Вам Помочь И Подсказать В любых Ситуациях Арт Производства Вашей Картины И вот Сейчас Мы Переходим На Расширенный Онлайн Обучаемый Процесс И Идите За нами Мы Никогда Не Отказываем Своим Любимым Студентам В каких-то Подсказках И каких-то Просьбах Продолжение следует